Здравствуйте! Накануне в Череповце произошли несколько аварий с пострадавшими. Далее об этом короткой строкой. Накануне рано утром машина оказалась на трамвайных путях. Происшествие случилось на проспекте Победы в районе дома номер 85. По информации ГИБДД Череповца, водитель автомобиля «Волга» не справился с управлением. В результате машину занесло на трамвайные пути. В аварии пострадала женщина-пассажир. У череповчанки травма спины. Еще одно ДТП произошло в 17.37 на проспекте Победы в районе дома 161. Столкнулись два автомобиля. По информации ГИБДД Череповца, 25-летний автолюбитель на ВАЗ 14-й модели не справился с управлением и врезался в ладу Калину, которая стояла на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора. В результате ДТП пострадал водитель 14-й. Сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы и бедра его доставили в больницу. Поздно вечером ребенок пострадал в аварии на Советском проспекте. По информации ГИБДД Череповца, 30-летний водитель на автомобиле Тойота не пропустил на перекрестке Рено Сандера, которое имело преимущество в движении. Сандера управляла 46-летняя женщина. От удара обе машины вынесли на тротуар. В результате аварии пострадал 7-летний ребенок. С черепно-мозговой травмой девочку доставили в больницу. Отмечается, что стаж вождения водителя Тойоты два месяца. Думали, нарушат и никто не заметит, а в итоге получили штраф. В городе и на трассе работает скрытый контроль. Сотрудники ГИБДД останавливают водителя Рено. Автолюбителя ждет неприятное известие. Инспектор сообщает, грубо нарушили правила, а за это штраф. На сколько я попался? Там штраф предусмотрен 5000 рублей, либо лишение от 4 до 6 месяцев. А если повторность у вас имеется, то на год лишение. Через несколько минут на место подъезжает патрульный автомобиль без опознавательной символики полиции. Это скрытый патруль. Инспекторы зафиксировали нарушение водителя на камеру. Показывают. А инспекторы разъясняют водителю. Это раньше был спорный момент. Сейчас было постановление об пленуне Верховного суда, что данные без разницы. Водители под разрешающей линию разметки выезжают, либо сразу же под сплошную. Все равно это квалифицируется статьей 12.15 сейчас 4. Инспекторы оформляют этого водителя, а коллеги, которые работают по скрытому контролю, отправляются дальше. И вот опять правила обгона нарушает водитель КИА. Совершили обгон, за единственное знак отрелается, он запрещен. Под разрешением километрия к ущерению. Проводится скрытая съемка, скрытая патруль работа. Вы сняли вас, сейчас вам видео подъеду покажу. Что скажут к этому поводу? Там разрешил бы сначала, не успел, дальше не успели. Следующий водитель иногородник, говорит, не знал, что нарушил. Обзор умешала фура. Такой подход к безопасности на дороге инспекторам не понравился. Вы управляете транспортным средством, едете с ребенком. Повышена опасность. Надо пригадывать, что впереди будет. Смотреть. Разметка хорошо, различима, все видно. Увы, как показывает практика, о безопасности водители не думают. В голове, побыстрее бы на дачу, или что вот это так плетется. Выезжают, несмотря на то, что запрещают знаки, выскакивают, когда встречный транспорт совсем близко. Мост через реку Кошта, столкновение трех автомобилей. Все началось с водителя Мазды, когда он пошел на обгон. Фура шла. Я думал, успею поскочить. Она не притормозила, ничего, до встречи идти. По словам водителя Мазды, не успел вернуться в свою полосу. Пытался уйти на встречную обочину. Но и водитель Тойота, чтобы избежать столкновения, тоже пошел на обочину. И удар все же произошел. Следом за Тойотой двигался Дастер. Водитель Рено уже не успел остановиться и также врезался в Тойоту. Итог аварии двое пострадавших – пассажирки Мазды и Тойоты. В прошлый понедельник выход на встречную полосу движения закончился гибелью трех человек. А всего с начала года на загородных автодорогах погибло 14 человек. Более 30 получили травмы различной степени тяжести. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся в пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова